Привет, просветители! Не знаю, как долго я еще смогу использовать это приветствие здесь, но Роскомнадзор изо всех сил пытается защитить нас от нарушения наших же прав. Так что, привет, одноклассники! А что, хорошая соцсеть? В общем, я создал канал в Телеграме, если не хотите потеряться, то подписывайтесь. Понятно, что из-за последних событий с моим контент-планом можно сходить только... Ну, разве что прогуляться с собакой в ближайший лесочек. Благо, в моем случае он буквально за окном. Потому что все темы, казавшиеся мне важными и требующими обсуждения, сейчас уже таковыми не воспринимаются. И я думаю, такая переоценка сейчас происходит в головах многих из вас. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о том, как попытаться не сойти с ума и справиться с той тревогой, которая сейчас буквально с головой накрыла огромное количество людей. Ну что, все фанаты чистоты русского языка... К САСТАПОВЫМ! Милости прошу, ваш выход. Потому что первый пункт сегодня — думскроллинг. Что это такое? И почему нельзя по-русски? В четверг, чтобы быть в курсе всего происходящего, я подписался на пару телеграм-каналов и даже включил оповещение. И вот буквально каждую пару минут на мои часы приходили сообщения. И в тот момент мне это казалось просто необходимым. А вдруг я что-то пропущу? Надо понимать, что параллельно с этим я еще держал в руках планшет и потреблял эти же новости еще и там. При этом буквально в двойном объеме. И вот эта необходимость каждую секунду знать, что происходит, подняла изначально громадный уровень тревоги до какого-то максимума. Безостановочное чтение негативных новостей, которые вредит человеку, и называется думскроллинг. В чем его опасность? Во-первых, понятно, психическое здоровье сразу же идет под откос. И я отлично понимаю, как сейчас эти слова будут воспринимать зрители, жизнь которых находится в опасности. Но под моим последним роликом своими страхами делились люди, в том числе и проживающие не в постсоветском пространстве. И им было жутко тоже, потому что никто не знает, чего ожидать. Если вернуться к этому самому безостановочному поглощению новостей и все повышающемуся уровню тревоги, то дальше вполне логично вытекают импульсивные решения. Что будет с рублем? Надо ли покупать доллары? А когда отключат SWIFT? А если я сотрудничаю с иностранной компанией? В моей ситуации вообще непонятно, будет ли через неделю в России существовать площадка, на которой я работаю. И вот на такой волне податься желанию сложить все яйца в одну корзину чрезвычайно легко. Но в настоящий момент, повторю, никто из обычных людей, это, кстати, очень важное уточнение, не может предсказать финансовый итог. Не, ну единственное, что понятно, богаче-то мы точно не станем. Поэтому, если вы читаете сообщения из серии, вот прям сейчас все деньги, снимаем, переводим, отправляем, криптовалюта, дайте себе хотя бы пару минут на размышление. Если человек утверждает, что он точно знает, что будет и как нужно поступать, Он либо сам поддался панике, либо не очень хорошо понимает особенности нашей страны. У нас вон уже Медведев о возвращении смертной казни заговорил. Либо у него есть какой-то интерес. Лучший способ продолжить хоть как-то нормально существовать – новостная гигиена. Выделите на чтение новостей определенный ограниченный промежуток. Ограниченный – это не пять часов подряд. Хотя, конечно, у всех свои ограничения. И да, нам нужно знать, что происходит. Просто сделать вид «я в домике» не получится. Но если вы изначально поставите временные рамки, во-первых, у вас останется время на что-то другое, кроме тревоги, на всякий случай напомню взрослым, что у многих из вас есть дети. И вот именно сейчас выделить время на откровенный разговор – далеко не самая плохая идея. Во-вторых, велика вероятность, что вы уже получите некую выжимку, определенный итог произошедшего. Не стоит свято верить всей поступающей информации. Подвергайте сомнению то, что читаете. В ближайшее время количество фейков неизбежно возрастет. Можно даже не сомневаться, что обязательно найдутся предприимчивые товарищи, которые попытаются финансово нажиться на панике. Если кто-то что-то где-то сказал и даже фотографию прикрепил, это вовсе не означает, что вы лицезреете истину в последней инстанции. Попытайтесь найти подтверждение в других источниках. Ну, главное, чтобы оба этих источника не были из одной бочки. Самые обычные дела, уборка, прогулка с собакой, подготовка к экзаменам, инвентаризация на столок, моя остановочка, помогут хоть как-то сместить внимание с происходящего в мире. Но если вы физически не можете заставить себя отлипнуть от телефона или экрана компьютера, составьте четкий план. Тот самый пресловутый режим дня. К примеру, в 10 часов я вытряхиваю половики, а в 11 липлю снеговика с младшим сыном. На всякий случай напомню, что просто сидеть и переживать – это не режим. Почему я говорил именно про уборку и какие-то физические действия? Дело в том, что один из главных источников тревоги – ощущение полного бессилия. Но если начать что-то делать конкретное, то, что позволит тебе снова почувствовать власть над своим телом, психика тоже подтянется. Для меня этим соединением тела и ума стал спорт. Относительно недавно я купил себе грибной тренажер. Я теперь на все покупки в своем доме смотрю с одной и той же мыслью. Слава богу, я успел. И вот я сажусь за него, включая на телевизоре тренировки Apple Fitness Plus. Пожалуйста, не блокируйте на территории России. И изо всех сил пытаюсь уплыть от мировых проблем. Получается у меня, конечно, фиговенько, но я хотя бы пытаюсь. Как бы это глупо и банально не звучало, не забывайте про сон и еду. Если вы ляжете спать в 3 часа ночи, но нужно же всем родственникам ватсап доказать, что они неправы. Ну, пока еще ватсап доступен. Не стоит удивляться, что физическая усталость, наложившаяся на тревогу, выбьет вас из колеи на целый день. Вы же с утра опять за чтение новостей усядетесь. В четверг я вообще ничего не ел. Сама мысль о еде казалась какой-то неправильной. Но опять же, мы не знаем, сколько все это будет продолжаться. А работу, учебу никто не отменял. А самое главное, в полуобморочном состоянии вы вряд ли сможете помочь своим близким, которым, возможно, именно сейчас нужна ваша поддержка. Как бы это странно ни звучало, я знаю, что многим людям нужно, чтобы в этот понедельник вышло это видео. Потому что, возможно, оно поможет хотя бы на пару минут отвлечься. Все люди реагируют на стресс по-разному. Кому-то нужно устроить перестановку дома, другому с головой погрузиться в творчество. Я уже рассказывал, что хоть как-то справиться со смертью мамы мне помогло рисование. Третьему необходимые глупые видосики и мемы – это все абсолютно нормально. А вот что вряд ли попадает в понятие нормы, так это крики, оскорбления и выяснение отношений. А я, может быть, так со стрессом справляюсь? Если ты кричишь в стену – это одно. А если выносишь мозг другому человеку – это совсем другое. Как бы это сейчас наивно и ванильно не прозвучало, но добрые дела, помощь близким, просто незнакомым людям, животным – это то, что может снова позволить почувствовать, что в мире есть не только тревога. Про дыхание, конечно, все уже просто миллион раз слышали. Но мне кажется, что большинство из нас все равно игнорируют дыхательные упражнения. Но если вы на самом деле чувствуете, что к вам подкатывает состояние, близкое к панической атаке, не поленитесь, закройте глаза, сфокусируйтесь на том, как воздух наполняет ваши легкие, потом точно так же прочувствуйте выдох, физически ощутите весь процесс, сконцентрируйте свои мысли на этом и, да, уберите телефон. Да, наверное, кому-то этот прием покажется глупым, но он работает. Естественно, все мы разные, но попробовать все же стоит. В своей комнате найдите и назовите три синих предмета или три круглых, цвет, форму, количество, конечно, можно и нужно менять. Главное – заставить свой мозг переключиться с того информационного поля, в котором мы находимся. И вот последняя фраза, на мой взгляд, самая важная. Позвольте себе, разрешите посмотреть серию сериала, сыграть в игру, написать комментарии любимому блогеру. Запомните – вы не одни. Многие из нас сейчас испытывают похожие эмоции. Поэтому давайте поддерживать друг друга.